добрый день дорогие друзья мы продолжаем наш изучение торы недельная глава бигар на этой неделе две главы посмотрим чем же заканчивается глава бигар заканчивается она законами о идлопоклонстве то есть запрещено поклоняться идолам и написано рядом и субботы мои соблюдайте где же у нас есть примеры ну казалось бы что такое поклонение идол зачем это кто это будет этим заниматься и это вообще на сегодняшний день нереально что кто-то вывода статую делать или будет чему-то поклоняться но тора нам показывает у нас было тяжелое положение машина горе синой и сатан наш нас умел подвинуть на служение идол он показал гроб машина вот показал изображение что вот говорит гроб маши и мы не знали что нам делать иначе ему требуется грона чтобы он нам сделал божество агрон вынужден был что-то делать потому что племянник маша хур сказал что это вы такое делаете это же идлопоклонство нам и запрещено служить идолам нельзя делать никакого идола но его толпа забила вот сказал он так есть торе что это страшное дело служить идолам нельзя и все забросали камнями хура и он умер племянник машей агрона сын мирьям и агрон понял что если сейчас его убьют то тогда все вышли еврейский народ не пожалеет уничтожен будет весь народ и он предпринял попытку тянуть время и думал что пока он будет собирать золото на изготовление этого идола то маша вернется с горы и сказал чтоб сняли украшения золотые жен с детей и он понимал что жены не растут своими украшениями так просто пока они будут собирать то все у него получится его план но не тут-то было мужчины снимались свои украшения с ушей в общем сдали и собралось достаточно золото и агрон решил его тянуть время пока будет изготавливать но с египта вышли два египетских волхва мага и им еще помог мальчик миха это ребенок которого маша спас когда фараонова замуровал стену в общем они колдовством сделали этого тельца быстро и народ стал пораньше чтобы ему служить и начали пить и есть начали забавляться и дошло до того что даже орги устроились половыми извращениями ужас какой-то невероятный и всевышний сказал маша вот они это сделали маша не могу это вообще представить себе и он говорит может они сделали но они еще не служили не принеси жертвы и песни и песни спели что что угодно они забавляются но всевышний сказал маша что давай уничтожить миха тебя произведу народ другой народ собой заключу новое соглашение новый завет и их не будет а маша скал нет если так то смотри меня из книги твоей который ты написал и тогда всевышний написал написал что не будет делать того зла который обещал и маша в очередной раз спас еврейский народ выбросил прощение мы знаем что дальше произошло он этого тельца сжег растер в порошок заставил народ пить воду из реки в которую бросил пыль от этого тельца и левиты убили около 3000 человек в этот день чем мы это дальше знаем но можно сказать что это поколение которое жило в египте которое рабами родилось поколение и были рабы бывшие и прошло немного дней после выхода из египта и такое сотворили казалось бы что мало мы еще тору учили но дальше еще хуже прошло 39 лет уже и поколение сменилось и люди 40 лет уже учили тору уже почти 40 последняя стоянка шитим называется мы расположились мы расположились шимота и лови га шитима крестовое массы и тут пророк белям злодейский пророк сумел нас обратить на служение идолам бальпиору взял с балаком побеседовал и взяли они самых лучших женщин из медиана из мала и совратили нас и мудрец и торы которые 39 лет учили тору в пустыне не выдержали приходили на ярмарку которую устроили маме тянь и смене тянами покупать товары пришли очень дорогие товары что это такое продавец говорит заходите там шатер там наша хозяйка и у нее спрашивайте цены мы заходили и тут красивой девушки нас встречали ну и они говорят что вы потомки авраама мы потомки лотом и родственники чего это вы нас не любите и все такое в общем такой разговор заходил и продавали нам товар по низким ценам горит но у нас такой обычай нужно выпить вино а нам тогда еще разрешалось пить вино народа мира ну мы пили вино отмечали сделку нам девушки нам понравились они в рядную и хорошо это все естественно вот пожалуйста только у нас такой закон поесть попить и потом сходи туалет перед этим статуя перед идлом в общем это идлопоклонцы дам это не подходит но они говорят что что такое просто ходил туалет эти же надобности вот это и все и это были люди скорее на шимона в основном и они думали что они над смехаются этим миддалом ходили перед ним вот это туалет вот такое творилось и все вы же сказал за то что вы поклонились баль пиору служили пиору и уничтожили с народом и он сказал судьям шо каждый судья пусть повесит своих людей все выжигал нет вообще всем конец в общем все плачут как это взять сейчас уничтожить треть народа погубить если каждый судья хотя бы по два своих человека уничтожит то это все повесит то это будет все это ужас не знали что делать и тогда мы знаем что произошло пенхаз он был внуком агарона койна был левитом увидел как глава колена шимона земли сын салу привел с собой принцессу медианскую казбия звали дочь сура цура табалак ну и пошел с ней в шатер на глазах у всех а все стояли плачут не знаю что делать тут еще это сказать ему ничего не знали как ему это запретить потому что если сказали что ты делаешь это нельзя он тогда отвечает амаше на ком же не установить не тянки я тоже хочу кто мне может запретить и забыли галаху а пенхаз он вспомнил о хоре в нитере вспомнил но и взял копье и зашел в шатер во время прелюбодеяния и воткнул во время было так копье что оно прошло через их не половые органы и живых их вынес на копье всевышний сделал такое чудо что есть шевелись и мор прекратился но погибло 24 тысяч человек вот такое воля было но если бы не пенхаз погибло намного больше людей вот то есть это страшный грех едла поклонства всевышний даже за разврат нам ничего не говорит потому что перед тем как было это поклонство был разврат но он это нам не говорит говорит именно вы виновны вот в этом преступлении поэтому тора говорит и субботы мои соблюдать и что это такое интересная вещь мудрецы наши говорят человек который соблюдает субботу как-то вот требует закон ему прощается все грехи буквально все и надо обратить внимание на слова как того требует закон если мы будем хорошо учить законы субботы то мы сразу выполним и заповедь изучения торы которая превышает все заповеди вести взятым и наши грехи на будут прощены вот так чего и нам всем желаю а на этом наш урок заканчивается урок был дан за понятие души мойша бен давид берта бат исраиль павел бен эфим якоб бен ахум владимир бен григорий здоровья дрит бен стела игорь бен кира светлана баклара шоула мьёна бен цара шимон бен исхак и на бат мира шимон так борис бен мария мойша бен маня она бат ривко рахель батлилия по-динапер ботсоня сура лена бот клара стелла ботейло жреба и да ина баддора анна бот елена станислав бен рахель ифимен и стер двоя работа беря моисей бен ева ира бот двоя йосиф бен роится инесса бот моэль евгений бертель и видит афера бот ана геннадий бен елена и лена бот инесса ольга бот светлана йосиф дан бен царат таня бот фрида и та бат и во три бекнатьяна, Юрия Ватбелла, Яков Йосиф бен Рахель, Шимон бен Бира, Фейга Ватберта, Ася Ватгода, Марк Бенина, Ира Ватвера, Леон бен Клара, Рафаэль бен Клара, Хана Цепора Бацара, Ида Бен Хая Авива, Ефим бен Соня, Майя Ватфаина, Алексей бен Ольга, Гая Бацарит, Закороший Шедух, Ароны Ребен Двора, Денис бен Ахум, Абигаль Бацара, Хана Батамрам, Рафаэль Бен Лариса, Галли Ватгидалия, Маслана Парсадгуа, Ирина Батури, Ароны Р Бен Ри, Парсай Брюк, Лазир Бен Рая, Анна Бат Александра, Марина Бат Рая, Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья, всего хорошего Олегу Марченко, всем браха, проноса каванам, мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору, всем желаю крепчайшего здоровья, и пусть скоро закончится эта страшная война, и до следующих встреч, надеюсь, настоится завтра в 15 часов, шалом.